Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сети вторника. Как и всегда, мы разбираем события минувшего торгового дня, смотрим на основные отчеты, то, как они повлияли на финансовый инструмент и, конечно же, говорим о том, что у нас может произойти с рынками именно сегодня, с учетом и с, опять же, акцентом на те события, которые мы ждем. Сразу хочу отметить, друзья, то, что, как и предполагалось, нами, оптимистами, закрытие 2018 года будет, ну, просто классным. Это мягко сказано, потому что мы продолжаем делать долгосрочные цели по ряду финансовых инструментов. Мы продолжаем очень хорошо, друзья, зарабатывать. Я надеюсь, что вы прислушались к моим рекомендациям, к большинству моих рекомендаций, так же, как и я, сохраняли веру в реализацию определенных сценариев и веру в то, что финансовые инструменты должны достигнуть, добраться до тех уровней, которые для них были абсолютно точно, ясно, однозначно, фундаментально обоснованы. Я делаю акцент сейчас на британца, который почти достигнул цели 1.25, друзья, но, признаюсь, я выскочил на отметке 1.25.50. Уж очень стремительным было снижение, которое мы видели вчера. Сейчас мы поговорим, с чем это было связано, хотя вы все прекрасно знаете, что же легло в основу такого движения, потому что, уверен, фундамент для вас не пустой звук. Наши ориентиры, друзья, можно сказать, 1.25 уже фактически сделаны. Я допускаю то, что тест этого уровня произойдет сегодня, завтра и, вероятно, даже окажемся еще ниже для тех, кто все-таки видит горизонт еще большего обвала британской валюты. В данном случае наша с вами сделка, которая предполагала о сценарий самый негативный, хотя, в принципе, самый негативный сценарий – это жесткий Brexit, мы даже не дождались его реализации. Мы просто сейчас констатируем факт роста политической неопределенности. Это вот также достаточно, чтобы давление на фунт сохранялось. Вторая сделка, которая была крайне вызывающей, я помню многие ваши комментарии о том, что американский фондовый рынок должен был развернуться неделю-две назад, кто-то говорил даже повыше, и, соответственно, американский фондовый рынок будет, мы говорили про Dow Jones, USA30, идти на тест от 27 тысяч пунктов и так далее. Цель, друзья, мы сохраняли, я вам рассказывал, почему американский фондовый рынок – это аутсайдер. 24 тысячи пунктов, мы вцепились, собственно, в эту поддержку, ждали, и вчерашний день принес нам еще один серьезнейший профит, которого точно хватит на подарки в преддверии Нового года всем близким, знакомым и родным. Поэтому очень благодарен американской фонде, большое ей спасибо за прибыль. Но, друзья, на этом мы останавливаться, безусловно, не будем, немножко перезагрузимся, и я снова попробую найти хорошие уровни для долгосрочных, собственно, сделок, новых долгосрочных, уже с заходом на 2019 год, как можно будет использовать дальнейший потенциал движения американской фондовой секции. Но то, что произошло сейчас, это, безусловно, то, что поднимает настроение, то, что бодрит, и то, что доказывает тот факт, что фундамент для финансовых рынков, ну, если он и не определяющий, то, по крайней мере, ему принадлежит довольно серьезная роль влияния на поведение финансовых активов. Это хорошо, потому что по ряду инструментов, честно говоря, я уже усомнился в том, что так это или иначе, особенно вот говоря про канадца, также мы сейчас обсудим то, что происходит с ним. Ну, канадец, это сплошное разочарование. И, друзья, выйдя из этого инструмента, вы знаете, я вот выдохнул первый раз за долгое время, потому что сейчас, в принципе, плевать, что происходит с канадцем, и то, что он опять выделывает кульбиты, движение на порядок, там, на 100 пунктов вверх, потом то же самое вниз, наоборот, уже я смотрю на это без каких-либо эмоциональных затрат. И, в принципе, меня уже и не раздражает то, что на нем происходит, потому что я сторонний наблюдатель. Возможно, кто-то из вас торгует канадцем, тогда вы точно знаете, что по канадцу происходит, творится что-то ненормальное. Друзья, желаю вам удачи, собственно, в торговле канадцем. Надеюсь, что вернемся мы к нему с точки зрения, ну, конкретных сделок. Я вернусь к нему с точки зрения конкретных ориентиров и трейдов, которые мы впоследствии сможем проводить. Но пока что, друзья, канадец, скажем, про запас идет, я на него не обращаю внимания. Ну, если информация будет какая-то интересная, я, безусловно, вам расскажу, поскольку обещал держать вас в курсе. Ну, а теперь давайте поговорим конкретно, непосредственно про то, что у нас сегодня ожидается. Это два отчета, на которые я советую обратить внимание. Данные по институту ЗЮ, это бизнес настроения, бизнес оптимизма Германии в 13.00 по московскому времени. В 16.30 у нас выйдет статистика по индексу цен производителей. Это отчет, который предваряет показатели инфляции. Важные данные, тем более, что мы с вами на пороге фактических заседаний Федрезерва. Очередного мы ждем рост процентных ставок. И хотелось бы подойти к заседанию американского регулятора с большим багажом. Опять же, статистики, благодаря которой мы бы верили в то, что решение об ужесточении политики абсолютно оправданно. Сегодня репетиция, как у нас было, помните, с EDP перед Non-Farm Payrolls. То же самое сегодня. Мы готовимся к позже на этой неделе отчету по индексу потребительских цен в среду. Но готовимся через сегодняшнюю статистику по индексу цен производителей. Очень сильно коррелируют эти данные. Мы знаем на опыте, что это действительно так. Поэтому, если сегодня отчет не разочарует, друзья, будет хорошее ожидание у нас, опять же, в преддверии уже статистики среды. Теперь про нефтянку ниже 60, правда, не сильно держимся мы по бренду. Совершенно очевидно, что рынок находится в каком-то замешательстве. Это явно прослеживается в динамике. Участники рынка, спекулирующие нефтью, не знают, что делать дальше. С одной стороны, очень хочется купить нефть, потому что соглашение не достигнуто. И мы даже не отработали вот этот локальный долгожданный позитив, которого на рынке не было. Не отработали в плане роста и закрепления этого роста. Положительная динамика была после того, как в пятницу договоренности достигли. Но эта положительная динамика была очень скоротечной. И справедливости ради можно было бы еще пободриться, скажем, ну, несколько дней на таком событии, как достигнутые договоренности по сокращению объема добычи. Но, с другой стороны, друзья, если разобрать это соглашение, если разобрать итоги, можно сказать, даже двухдневного седания, в принципе, как Федрезерв уже ОПЕК стал, седая два дня, чтобы прийти к каким-то решениям. С другой стороны, цифры снижения добычи на 1,2, они незначительны для того, чтобы решить проблему избыточного предложения. Кроме того, сейчас участники рынка снова обращают внимание на определенную панику, связанную с перспективами экономического роста мировой экономики. Тревожные сигналы есть. Здесь я признаю доходности трейджериста, американских обострения торговых отношений Китая и США. Ну, по крайней мере, мы знаем, что сейчас торговое перемирие продолжается. Но нам обещали какие-то положительные новости постоянно. Но сейчас, по прошествии, в принципе, уже недели, что-то каких-либо серьезных продвижений нет. И более того, из-за ареста лидера, собственно, Huawei, есть опасения, что это может бросить негативную политическую тень на сам охота, я надеюсь, идущих переговоров в данный момент между экономиками США и Поднебесной. Хотя, с другой стороны, хочется верить, что на такие вещи размениваться переговорчики не будут, потому что все-таки куда важнее сейчас поиск общего знаменателя и достижение компромисса по регулированию глобального, наднационального, глобального спора. Это цели, интересы куда выше, чем, опять же, отдельные разбирательства отдельных компаний. Про рынок нефти, друзья. Если вернуться к нему, кто-то считает, что мы не растем сейчас, потому что все уже давно было заложено в цену. Я с этим не соглашусь, потому что такой фундамент очень трудно заложить в цену, особенно с учетом того, что абсолютно не было ясно, какие решения все-таки в итоге будут приниматься. Локально сейчас на котировки нефти может прийти, собственно, поддержка для покупателей из-за предстоящего отчета по запасам нефти. Вы помните, что на прошлой неделе мы прервали цикл с 10 недель роста запасов подряд. Было зафиксировано снижение на 7,5 миллионов. Если и в прошлой неделе, то есть если в эту среду мы получим статистику аналогичную, то интерес к нефтянке должен все-таки возобладать. Но это тоже лишь краткосрочные порывы. Также впереди у нас, друзья, очень важный отчет. Это доклад ОПЕК. Он завтра по тому, как выполняются обязательства, по тому, сколько нефти было добыто и сколько планируется добывать дальше. И доклад Международного аналитического агентства. Это отчет, который мы увидим в четверг. Тоже такая глобальная оценка спроса и предложения. С учетом все-таки того факта, что мы не отработали должным образом хоть какой-то позитив в виде соглашения. С учетом того, что впереди у нас потенциально неделя снижения запасов. Это как поддержка, собственно, для котировок нефти. И с учетом того, что у нас два доклада, которые могут оказать также поддержку нефти и стать причиной интереса к покупкам бренда WTI, я по-прежнему сохраняю, друзья, краткосрочную ставку за покупками. Но можете меня винить, корить, как угодно. Ну, с другой стороны, особо не критикуйте. Ну, вот что-то подсказывает мне, что 65 долларов за баррель мы все-таки увидим. Но слишком уж мощным было снижение последних месяцев. Ну, немного необходимо, конечно же, рынок подразгрузить. Прежде чем пойти ниже. Вроде бы, с другой стороны, какого-то откровенного негатива сейчас нет. Вы согласитесь, чтобы вот так вот сейчас легко сделать снова 60 долларов за баррель, 55 и двинуть ниже. Долгосрочно мы увидим эти уровни, но пока что ставка за покупками. Рубль 66-65, в принципе, проехали. Ситуация в целом не меняется. Все будет зависеть от того, сделаем ли мы сейчас по нефти 65, либо все-таки 60 долларов за баррель, как есть на текущий момент сопротивлением. Этот уровень таковым и останется. Если котировки двинут ниже, друзья, ну тогда мы реально до конца этого года увидим 68 и выше. Да и в целом я сохраняю деволюционную ставку, потому что помимо нефти у нас впереди еще и ожидания санкций, которые, не забывайте про них. Если о них не говорят на рынке, это не значит то, что эту тему замяли и нет необходимости возвращаться. Она снова нагрянет и произойдет это уже в начале 2019 года, когда американские сенаторы и законодатели отдохнут, выйдут после рождественских праздников и вспомнят о том, что Россия, это вроде бы как давно была отнесена категорией врагов, и нужно было бы снова подпринять какой-нибудь виток санкционной агрессии. Доллар и иена 113.07. Друзья, длинные позиции сохраняются. Молодец, доллар, то что он все-таки собрался, правильно отработал статистику, он он фарм перелос. Напомню, что она была неоднозначна, вроде бы плохой отчет по количеству новых рабочих мест, но замечательные данные по уровню безработицы и уровню роста заработных плат, напоминаю, что 3.1% это максимум с 2019 года. Такая статистика, это классная опора для того, чтобы Федрезерв не мудрил, не ссылался там ни на какие риски пока что, а заперся опять же на внутри экономических национальных интересах. Все-таки Федрезерв не раз говорил, по крайней мере, Джанна Хиллин точно, что решения, касающиеся монетарной политики, они прежде всего опираются на макроэкономический фон внутри страны, с меньшим акцентом на риски глобальные. Судя по вот этим отчетам, пока что есть еще порох в пороховницах, и есть еще возможности, ну может быть, смотреть на перспективы американской экономики сквозь розовые очки. Я не говорю то, что там все безоблачно. Друзья, я, может быть, даже одним из первых начал вам оговорить о том, что есть риск реальной рецессии, но он может реализоваться, я думаю, что если он реализуется, это произойдет не раньше 2020 года. Сейчас пока давайте не заглядывать настолько вперед, давайте работать со статистикой, с прогнозами. Гоуман Слакс, в принципе, согласен с тем, что Федрезерв повысит ставку в декабре еще трижды в 2019 году. Вот как раз на четыре действия, на четыре шага по росту процентных ставок я продолжаю рассчитывать, потому что по моим планам, Федрезерву необходимо поднять ставку еще на один процент, по 25 байсных пунктов как раз за раз, чтобы довести до неинфляционного уровня, близкого к показателю по уровню безработицы. Как когда-то в качестве ориентира это соответствие было позначено еще Джаната Елен, да и Джером Пауэлл уже повторял, что есть такие, скажем, маяки, на которые он поглядывает, и этим маяком является все-таки дальнейшая нормализация политики, с целью приведения к уровню, который находится выше трех процентов уж точно. Американский фондовый рынок Лу по Доу Джонсу 23 898 пунктов, перевыполнили мы цель. Ну, конечно же, ордера закрылись на отметке 24 тысячи пунктов, способствовала этому энергетика, минус там полтора процента, в целом финансовый сектор, тоже минус полтора процента причин, и то, что происходит на долговом рынке, и все-таки снижение финансового сектора явно доказывает, друзья, то, что на рынке все еще актуальные ожидания изменения процентных ставок, то есть их роста, потому что финансовый сектор всегда реагирует распродажами на высокую вероятность ужесточения политики, и именно такая вероятность сейчас и сохраняется. Британская валюта Лу, которая была зафиксирована вчера на отметке 1,25, по-моему, 0,5, даже 2,5-0,4, сейчас мы находимся примерно на уровне 25,70, хотя видно, что медведи присутствуют на рынке и планируют увести фонд еще ниже. 20-месячные минимумы фактически были зафиксированы, и всему виной рост политической неопределенности в Англии после того, как Тереза Мэй вчера приняла решение отложить на неопределенное время, без обозначения сроков того, когда это может произойти, и голосование в парламенте о документе Брэзити. То есть документ, который был крайне невероятно идеальным, как, помните, говорили и в Еврокомиссии, и она, собственно, тоже не раз высказывалась на рынке, что вероятность того, чтобы палата представителей проголосовала против, крайне низка. И в итоге, друзья, все произошло так, как мы с вами предполагали. Негатив настолько очевидный в плане, можно сказать, отсутствия поддержки вообще для любых инициатив против Терезы Мэй, против того, что она делает, против того, как она ведет переговоры с Европейским Союзом. Не только либористы, оппозиционеры, консерваторы, но и еще ее однопартийцы. Поэтому Тереза Мэй признала вчера, что если бы сегодня дело дошло до голосования, это голосование провалилось бы с треском, соглашение бы раскатиковали, его бы не приняли и пришлось бы запустить процедуру жесткого Брэкзита. Друзья, я думаю, что оттягивать можно сколько угодно сам факт голосования, но его необходимо будет провести. Поэтому вчера, на мой взгляд, мы, можно сказать, поставили жирную точку в ожиданиях того, будет ли позитив, либо негатив. Очевидно, что все пошло в плане развития событий по негативному сценарию. У фунта теперь открыта дорога без дна, можно сказать, лететь вниз. Не знаю, где он становится. Я не знаю, есть ли возможность сцепиться за какой-то позитив. Мне даже интересно, что это может быть за позитив, особенно после того, что случилось вчера. Все британские заголовки в СМИ, пресса западная критикуют Терезу Мэй, обвиняя ее в трусости. Но вы знаете, друзья, это действительно похоже на это. Потому что если бы Тереза Мэй все-таки довела бы дело до голосования, и если бы это голосование прошло в негативном ключе, то есть соглашение бы не одобрили, соответственно, ей пришлось бы выступить место премьер-министра Джереми Корби, который возглавляет лимбардийскую партию. Поскольку непрохождение документа через палату представителей стало бы явным доказательством того, что последние действия, месяцы якобы плодотворных действий Терезы Мэй в ровном счетом не стоили и выеденного яйца. И фактически она ничего не решила, она ни о чем не договорилась, она не в состоянии это делать. А если ты не можешь это делать, нужно уступать дорогу тому, кто сможет. Соответственно, консерваторы еще к этой теме не подключались. Ну вот Джереми Корбиен уверен, что если бы у него была такая возможность, он точно бы склонил Европейский Союз к тем соглашениям, которые нужны Англии. Резюмируем, друзья. Политическая неопределенность достигла каких-то астрономических масштабов. У нас нету определенности в прямом смысле. Голосование отменили, но не назначили дату, когда оно может пройти. Соответственно, будем жить в таких условиях дальше. Я надеюсь, что у вас и вы получили достаточно аргументов в пользу того, что фунт нужно продавать. И если вы по-прежнему считаете, что фунт вырастет, я не говорю, что этого не произойдет, друзья. Но мне было бы очень интересно посмотреть, на чем он вырастет с учетом такого фундамента. Если вы все-таки сохраняете длинные позиции, ну удачи вам, конечно, друзья. Я считаю, что фунт окажется еще ниже. Но самое главное, друзья, я закрыл свою долгосрочную позицию по британцу. Я надеюсь, что многие из вас сделали то же самое. Если для вас принципиально коснутся уровня 1.25, уверен, мы его сделаем в ближайший день 2. Доллар канадец 1.34. Вроде бы как и укреплялись вчера по канадцу. Снова там, точнее, в начале торговой сессии только. Однако 1.34, ослабление канадца против доллара. Снова мы возвращаемся к динамике не совсем логичной канадца, поскольку мы в пятницу получили крайне сильные данные по канадскому рынку труда. Уровень безработицы рекордный, то есть число новых рабочих мест. Уровень безработицы тоже исторический максимум. И казалось бы, ну разве это не повод, чтобы поверить в высокую вероятность роста процентных ставок и наконец-таки поставить на рост канадца. Многие так и сделали, потому что канадец реально в пятницу очень сильно укрепился. Но в понедельник, друзья, снова ситуация изменилась. Канадец в очередной раз наплевал на статистику и снова решил, что для него определяющая по движению нефтянка. Поэтому качели продолжаются. Это мясорубка, друзья. Я не хочу в ней больше участвовать. Вот в этой постоянной пиле. Бог с ней, что она будет продолжаться и дальше. Буду держать вас в курсе, но лично я уже, собственно, не спекулирую. Паре доллар канадец, хотя думаю, что долгосрочно. Если, вчера мы говорили, канадец все-таки настроится на возвращение к уровням, которые должны соответствовать текущим ценам на нефть по курсу обменному и котировкам на канадский сорт. В 2016 году, мы говорили, была похожая ситуация по ценам на нефть. Тогда курс был дороже на 10%. Ну тогда да. Долгосрочно канадская валюта будет укрепляться. Но пока что я не хочу спекулировать этим дуэтом активов. Евро против доллара 1.1366. Европейская валюта снова под давлением. Настроение портится из-за плохих отчетов. Настроение инвесторов в Сент-Секс вчера первого из 2014 года ушли на отрицательную территорию. Минус 0,3%. И все это за два дня до заседания Европейского центрального банка. Думаю, что в четверг Европейский центральный банк наконец-таки скажет то, что мы рассчитывали и слышали себя много месяцев назад. То, что мягкая политика по-прежнему необходима еврозоне. Цели по евро-доллару прежние, долгосрочные. Это снижение ниже планки 1.12. Но, друзья, эти цели, ориентиры не меняются. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра, как всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.